В Наринмаре состоялось торжественное открытие первого в Заполярье центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Лаборатория безопасности. Это специальный автомобиль со всем необходимым оборудованием для обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Уникальная методика была разработана в рамках майских указов президента. Федеральный проект стартовал в прошлом году и охватил уже 31 регион страны. Тему продолжит моя коллега Александра Литкова. Вот так через игру младшие школьники теперь учатся правилам поведения на дороге. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Лаборатория безопасности» – комплексной программе по снижению числа аварий с участием детей. В игровой форме детям теперь покажут различные ситуации, которые происходят на дороге и объяснят, как в них себя вести. Первая станция называется «Типовые ситуации». Это по правую руку от меня используется стол-макет, где мы разбираем основные ошибки пешеходов. По правую руку от меня чуть дальше в углу располагается станция двухколесного транспорта, где педагог, работая с нашими детишками, мотивирует их на использование средств защиты. Ну и позади меня располагается станция так называемая общественного транспорта, где у нас есть полноценный макет автобуса. Хотелось бы отдельно отметить, что этот полноценный макет автобуса собирается буквально за пять минут. Уже первый интерактивный урок дал отличные знания ученикам начальных классов первой школы. Если ты видишь светофор, надо дождаться зеленого света и идти лишь на нем. Если это нету светофора, то нужно посмотреть сначала влево, потом вправо, и потом уже, если нет машин, тогда уже идти. Еще я знаю правило, что кататься на велосипеде нужно только по велосипедным дорожкам, что автобусные остановки специально тоже отделяются отдельными знаками. И то, что если ты сидишь в машине или в автобусе едешь, нельзя ни в коем случае перебивать и мешать водителю. Автогородок представляет собой автобус, который оборудован комплектом технических и учебно-методических материалов. Велосипеды, конусы, самокаты, столы-макеты и элементы улично-дорожной сети. Презентация передвижной лаборатории пришла на площади Марацей. Для участников церемонии Дмитрий Стебаков, тренер экспертного центра движения безопасности, провел экскурсию по необычному автомобилю. Очень много игрушек, которые мы подготовили для вас. Хотелось бы сакцентировать внимание взрослых на том, что все эти игрушки располагаются в нужных местах. И если преподавателю нужно провести занятие по одной из тематик, он просто достает из их автомобиля и проводит спокойненько занятия. Ребята, для вас подготовили здесь есть радиоуправляемые машины. Здесь есть полноценный модуль, который позволяет вам сесть за руль и почувствовать себя водителем. И при помощи руля и педали вы сможете это все на себе ощутить. В знак открытия центра почетные гости мероприятия, а также организаторы проекта торжественно передали ключи от мобильного автогородка директору детско-юношеского центра. Дорогие ребята, через несколько месяцев лет все, кто садят за руль, все вспомнят этот автобус, этот момент, когда мы передаем вам ключ. И на Печорской земле все будет хорошо, безопасность и дорожное движение. Это действительно социальная ответственность. 40 миллионов полисов по Российской Федерации, это, прямо говоря, не шутки. Сотни миллиардов выплат, все это не шутки. И мы не можем работать иначе, чем понимать свою социальную ответственность. Конечно, Печорский край, Ненецкий автономный округ не очень большой. По нашим данным, здесь чуть более 10 тысяч полисов заключено, договоров обязательного страхования. Но поскольку они все распределены, тот вопрос о доставке этого урока, этого оборудования в регионы, он тоже является очень важным в рамках этой программы. В лаборатории безопасности будут работать три педагога дополнительного образования из детско-юношеского центра «Лидер», на базе которого и будет находиться лаборатория. На территории субъекта у нас три учреждения дополнительного образования, а учреждение дополнительного образования, такое как «Лидер», развивает направление по привитию навыков безопасности дорожного движения. И поэтому здесь выбор однозначно лег на них, и по реализации этих программ, безусловно, работа уже организована, системная была до этого. А сейчас мы с помощью такого прекрасного подарка, мы осуществим уже более качественную работу в подготовке грамотных и послушных участников дорожного движения. Передвижная лаборатория – проект уникальный. В его разработке приняли участие эксперты в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. Сегодня мы открываем замечательный центр Заполярье. Есть центры, которые уже работают на Северном Кавказе. Если говорить про географию с Востока на Запад, то буквально через несколько дней также откроется центр на Дальнем Востоке, Благовещенске, уже функционирует проект в Хабаровском крае. Помимо всего прочего, естественно, на западных рубежах, тоже в Смоленской области и так далее, проект уже работает. В принципе, в настоящий момент уже открыто 31 центр, который постоянно функционирует, весьма успешно, активно принимает участие в различных мероприятиях, которые происходят в регионах. На днях открытых дверей есть плановые программы со стороны учреждений образования, когда проходит плановое обучение. Обучение юных жителей округа дорожной грамоте будет непрерывным, в том числе и в летний период, при непосредственной поддержке сотрудников ГИБДД. Мобильность лаборатории позволит выезжать и в села округа. Даже мы предлагаем, что в зимний период, когда у нас откроются временные зимние дороги, мы готовы обеспечить доставку автобуса в отдаленные населенные пункты, где на самом деле необходимо проработать по этой тематике, по профилактике детского травматизма. Организаторы и разработчики программы будут вести поддержку проекта в регионе, выезжая на места при необходимости. Александра Литкова, Дмитрий Лукьевич, Телеканал Север.